Девушки отдыхают Павлович возглавлял это все А я еще не иллюстрировал? Пока нет Недоработка Да Недоработка То, что вас не иллюстрировали, это не ваши достижения Что у нас не доработка Да Паршок Магяж 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 Сейчас По моим Пошматы Это все Это все, нужно До субботы Спасибо Спасибо я думаю что можете представиться мне представляться не надо евгений очень хорошо знаете прекрасно разыскивали очень долго поэтому давайте депутат городского совета я не тот орган который разыскивает потому что на органы прокуратуры не возложены функции розыска лиц которые пропали без вести либо которые скрываются я этим не занимаюсь поэтому ваш доводы о том что я разыскивал они соответствуют объективной действительности и объективная действительность о том что фабриковали часть 191 вместе с прокурором который находится здесь в вашем здании даже я могу ответить присутствующим хотя мы еще не познакомились на данный давайте для начала скажем для чего вы сюда собрались не хочу слушать ваше объяснение по причине того что не воздухе и вы хотите чтобы я дал на него либо вы хотите продекларировать какую-то ситуацию и не даете мне возможности в этом кабинете высказать свою точку зрения либо свою позицию тогда у нас ну как-то не совсем объективно у нас есть претензии работе вот аренда сейчас эти 24 числа если последний изложили мы здесь примерно вот так коротко с подписями и со всем остальным ознакомьтесь и очень интересно знакомить согласно конституции украины дальше наш городской совет не является прозрачным не публикует проект решения проекта бюджета в том числе не публикует за 20 дней вообще никакой информации что они собираются принимать более того они допускают граждан любые граждане независимые право это харькачане или нет до сессии городского совета хотя по закону украина местного управления там поправка была внесена в мае месяце обязаны это делать дальше о законе украины опять же такие доступ публичной информации плюс статут харькова тоже определяет что любой гражданин имеет право заходить на сессию городского совета мы понимаем что ситуация такая сложилась что депутаты которые вообще что-то хотят и в чем-то разбираются и пытаются что-то сделать не такие как маринин там единицы поэтому граждане уже сами это не политическая какая-то идея попасть на этот горсовет выборов сейчас нету более того это уже не первый раз это еще с летом и начинали туда ходить это уже была четвертая попытка мы подали прокуратуру заявление на действия милиции о том что они не препятствовали нам попасть на сессию не представлялись нарушали закон о милиции статью пятую никто из милиционеров нам так и не представился зародители просто прятал руководители прятали до само помещение это называется включались дурака на самом помещении находились неопознанные люди которые тоже не предъявляли документы на просьбу мы обращались вот юра как раз попал мне кто-то еще один человек и дима попал и гостя заводки они попали в само помещение и когда просили представиться этих людей в присутствии полковник тупого милиции моряков мари-мари чего я могу присутствии его мы просили представиться этих людей либо объяснить причину почему они не по гражданке были одеты не допускают нас в зал сессии я прошу прощения нам за 60 не понадобится еще один человек это мой заместитель и суть вопроса в том что смотрите значит нас тревожит вопрос то что ну вообще городская власть она находится как бы в каком-то отдельном мире от народа где проживают в этом городе они группа нарушают законы украины и отмахиваются регламентом городского совета который грубо нарушает 300 и 33 закона украины то есть этот регламент был был принят в 2007 году он так до сих пор еще не изменен мы обращались официально еще 2012 году когда не было законов тайна доступа к кубичной информации чтобы поменять потому что он еще тогда не соответствует сейчас он тем более не соответствует значит в части двух частей 1 они говорят что приглашенные люди либо обычные граждане украины должны писать заявление за 48 часов до сессии и таким образом как бы оповещать хотя это не предусмотрено ни одним законом украины если вы знаете в киеве уже давным-давно любой гражданин может попасть на киевский городской совет и второе ограниченное место количество мест в зале что тоже грубо нарушает закон украины так как любой вам мэр скажет тот же рост но когда у них была сессия по распределению земли то в зал не помещали все люди они перенесли это в дык куда все поместились это не проблема людей что не хватает места в зале следующий момент мы уже говорили об этом кроме того что нас туда не допускают общественности и громадин согласно закону украины городской совет мэрия должны публиковать все на сайте у себя и только после опубликования любое решение вступает силу то есть никто не публикует эти решения до более того проекты решений тоже не публикуют то есть после каждой сессии мы наблюдаем уже 33 34 35 36 мы будем когда мы пытаемся точнее дойти никто не публикует ни проекты решений за 20 дней не решение городского совета получается таким образом что мы сейчас даже не знаем что находится в коммунальной собственности города какие у нас долги какой у нас бюджет вообще цифры эти никому не известны то есть но на сайте ничего этого нету это второе доступ людей до сессии городского совета второе решение городского совета и мы как раз публикуем и пишем вам заявление о том что мы просим прокуратуру принять участие и разобраться в действиях городского совета конкретно мы привели здесь статью про миссера самовредования что сессия рады проводить согласно с обеспечением правоохожного бутылесу днем на них ну и т.д. и т.д. по тексту этого не было сделано они основываются опять же таки на неправомерное регламент и последний момент который мы хотели бы сказать что мы конечно же понимаем что такая ситуация в стране мы хотели бы быть партнерами любых органов власти и помогать и указывать на те моменты которые допустим сегодня раздражают не только общество но и всю ситуацию в стране буквально перед этим когда собирались мы с уважением относимся ко всем органам власти понятно что сегодня общество у нас более радикальное чем было год назад и на сегодняшний день я думаю что никому не секрет такие разговоры ведутся о третьих майданах как раз вот эта закрытость власти не 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 происхождение не спасет смены смены системы да остается система та же ситуация даже ситуация не меняется в городе вы знаете что у нас вчера волновать и убили 12 человек да и на сегодняшний день мы думаем вообще проводить воскресенье а и такой немаловажный факт тоже хотели бы подчеркнуть что в ту же ночь когда мы пытались попасть на сессию городского совета у одного из наших активистов славика подорвали там и конечно прошу прощения что наш еще я хочу пригласить одного нашу специалиста никак не просто важно знали что дима это хорошо живу не знаю золото было добавить забыли добавить еще все добавлю заполняют свои функциональные обязанности они находятся в судах они продолжат государственное обвинение в девяти суда города харькова у нас нет городского единого суда по харькову поэтому они некоторые находятся в районе или милиции у нас сейчас очень серьезно идет работа по устанавливалась и собаки вы его наверное знаете да вчера я до ночи готовил поведомление пропитоз руку преступлением против совершенным им преступлением на целостность государства сегодня наши сотрудники предъявляет мы должны на этой неделе дело закончить направить это вот это великая единая русь или как называется это общественная организация которая по иску прокурора города харькова была прекращена деятельность поэтому тот факт что некоторых наших сотрудников нет на рабочей миссии это не значит нет у меня мы понимаем наташь возьми пожалуйста стульчик где-нибудь вот так чуть правее от меня прикрываюсь зарегистрировано 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 и практически вместе со мной со автор риска по югороскопу и другие сотрудники со мной со авторы умолял председателя вот еще я хотел таки продолжить то есть на самом деле тоже дема как бы что идет радикализация общества и виной вот мы считаем то есть как бы можем с вами как бы посудить поспорить на эту тему то что вот опять же власть милиция то есть они радикализируют они включают дурака вот с чего начался майдан включили дурака дальше потом не не коммерческая новиков олег имею кстати бывший сотрудник департамента жилищного хозяйства я добавлю сразу по вот этому письму тут еще обращение в том числе это общественные организации в которых я тоже подписался есть мое депутатское обращение вам тоже на ту же самую тему практически и дима упустил что на сессию были внесены в течение 12 часов внесены там порядка 20 вопросов 21 или 23 вопроса мы сейчас конкретно выясним дима это конкретно да дима все дробь я понял я видел интервью ваше и мы выясним говорим о чем мы говорим о том что эти вопросы не были рассмотрены на постоянных комиссиях они появились ночью то есть они были значит в повестку дня внесены с нарушением процедуры поэтому мы считаем что эти вопросы они просто автоматически должны решение по ним причем один одни из них там некоторые вопросы являются отчуждением собственности приватизация собственности коммунальной и об этом грозная громада вообще не знала не слышала об этом не знали не слышали депутаты и сразу же хотим вас предупредить о том что бюджет который будет приниматься на этой сессии его нет отговора не его не было я как депутат городского совета его в глаза не видел когда позвонил заместитель мэра там кешевой и задал ей вопрос есть ли бюджет когда мы будем рассматривать я вам могу сказать она мне ответила следующее почему это интересует то есть меня депутата марина почему интересует когда будет бюджет для рассмотрения поэтому мы вам тоже хотим в этом предупредить как прокурора города что этот бюджет если он будет принят он будет принят незаконно и если будут заявления со стороны городского головы что мы якобы мешаем принятию бюджета и хоть хотим оставить город без бюджета мы сразу предупреждаем мы готовы все общественные организации и все депутаты то есть я говорю только за себя проголосовать за бюджет если он будет принят с соответствующей прохождением соответствующих процентов я в маленькую реплику я еще не начал свое будем так говорить пояснение по всем тем вопросам о котором вы говорите маленькую реплику вы ко мне обращаетесь как будто я являюсь мэром города Харькова либо влияю на те организационные процессы которые проходят на сессии горсовета я потом более подробно и детально остановлюсь по каждому пункту который я записал и свое видение я вам высказал но будем так говорить я далек и с учетом действующего законодательства сегодняшнего я далек от работы органа местного самоуправления и поясню почему еще несколько органов милиции органов милиции недалек но тоже есть сейчас определенные нюансы вот конкретно по действиям милиции хорошо давайте конкретно можно я закончу как бы общего по поводу милиции всего вот понятно да вы наверно где-то далек где-то ближе ну как бы вы умеете с точки зрения я понимаю да то есть на что то вы можете повлиять на что то вы не можете это мы можем понимать вот так как вы с каждым днем все дальше и дальше от этих процессов то есть как только не будем говорить вахтом прокурора вообще вот как только вот вот эти всего органы там наглядутом еще вот эти земли как только не отдаляются этих процессов это сразу автортический заполняется радикализмом на народа общество именно радикализируется потому и потому что нам хочется кому-то морду набить кому-то яйцами забросать а потому что мы не видим гейтут в принципе мы не только к вам это письмо мы их будем суды подавать все мы делаем и все как бы людей которые как-то далеко близко влияют могут повлиять на ситуацию ребята делайте сделайте все что можете все что можно что нельзя для того чтобы вот город оставался спокойным то есть опять же по 24 никто не планировал никого никуда бросать вот на я не знаю кто планировать мы просто планировать и именно из-за того что милиция включила дурака вот начинается вот и просто вот вот очень по-наглому включил а вот я еще раз говорю да нет я понимаю ну просто вот понимаете вот когда под янукович там этот самый захочет к не сдали никого уборщицу не сдали вот вы нам они думали о них защитят на самом деле янукович сейчас международном розыске никто их не защитил вот они держались и вот прикрывали как-то своих сегодня они их не защитили защитить можем только мы если мы видим что человек государственный муж государственный деятель там неважно на каком посту он отставит интересы громады мы до последнего мы встанем как один до последнего будем держать но то самое будет происходить если мы это видим что не делается не происходит дальше еще мы знаем допустим что вот по этому заявлению ваша реакция должна быть в течение 10 дней по нашему по громадян 30 дней большая как бы ну просьба совет я не знаю что не тянуть это вот до 29 дня я предлагаю совместно решать вот эти все задачи начиная с принятия заявление я объясню сейчас свою позицию и должен понимать что я например ну давайте я прежде чем я начну вот это все комментировать есть еще какие-то есть еще вот давайте уже кольца внутри где-то было 24 числа сегодня на дворе 4 очень интересно что дело прокуратура все это отношение гос-поведа были ли какие-то действия дедные скажем тому же смыть его баку там понедлок ускорка протратки лего действия приняла меня прямопытно кроме как милиция на основе на голову не альтери бумажка не вот они просто тоже ну и целом меня все понятно лица возбудила уголовное дело по факту статья хулиганство массовое хулиганство и вызывали всех нас и допрашивали и говорили кто был организатором то это вообще делал организаторов как таковых не было были инициаторы люди которые которым это болит сам процесс опять же таки подчеркнула то что юра сказал никто никого не планировал никуда кидать речи не было вообще люди это идет ради лекаризатор вот люди сами видят и мы понимаем да ну а что делать мы не хотим развивать уже не можем не очень хочется вот не очень хочется остановка очень не хочет начнем нам сегодня мы прекрасно все сегодня понимают что делает конкретно господин тело он своими руками сегодня радикализуют почему потому что он сегодня приглашает якобы числе приглашенных я видел в зале городского совета в этот статистику встречаются совершенно людей которые вы прекрасно это знает людей которые там не должны были находиться почему они там оказались числе гостей это непонятно и поэтому мы прекрасно понимаем о том что сегодня термоса удобно рассказать о том что вот эти люди сидящие возле меня являются какой-то деструктивные силы и люди которые назвали себя коммунальным предприятием муниципальная охрана я попросил их показать удостоверение они сразу начали отворачиваться прятать лица у меня есть вот она просто но не очень четко и но вот они сбивали мне это за то что они просто в камуфляже и тут даже английские флаги тут видно что секонд-хэнд английские флаги на камуфляже не может за смотрите вы как вы говорите вы далеки от городского совета вы не можете на меня влиять а зачем вы туда ходите в зал городского совета в чем там делать если вы далеки от городского совета если вы не имеете никакого влияния на городской советы что он сейчас мешает внести протест в судебном порядке по поводу регламента консовета законов прокуратуры 1 слуновый мы на его 2 наверно его не то есть он очень сильно ваше полномочия а кто сейчас тогда короче камуяки заниматься камуяки да и брать яйца честно хочу сказать положил руку на сердце не хотелось бы поднимать эту тему но не я ее поднял я не буду говорить о сути и содержание его во первых я не имею на это право потому что я могу только лишь прокомментировать некоторые моменты потому что я сегодня утром смотрел интервью женские истории как раз смотрел и вчерашний так далее честно хочу сказать конечно обида у меня есть за ту не объективную оценку которая звучит в некоторых телеэфирах но мы привыкли скажем так необоснованной объективной критики поэтому читаем анализируем всю информацию которую поступают средства нас что касается конкретного уголовного дела только там общие черты как она рождалась круг харьковской области которому я как прокурор города не имею ни малейшего отношения и это орган областного подчинения который напрямую подчиняется у меня даже не помню тогда на рабочий другой руководитель круг харьковской области проверяя жилком сервис находит нарушение финансово-хозяйственные круг инициатор направляет материалы в убор харьковской области я за угол не надзираю не провожу с ними никаких следственных оперативных действий убор харьковской области собирает материал досудебного расследования по старому пк и передает дела воды города я не влияю на этот процесс воды города харькова возбудила уголовное дело и его просвет по нормам пока поведомления про педозру депутату городского совета это должен подписать лично прокурор харьковской области что он и сделал в рамках того уголовного дела которое расследует увы д городах депутат городскому совету сельскому совету любому депутату совета поведомления про педозру подписывают прокурор харьков прокурор харьковской области подписал дело ушло во всех телеканалах газета день киевская я читал там везде написано что будем так инициатор организатор и исполнитель этого уголовного дела является я юрист или работник прокуратуры с 25-летним стажем я могу вам сказать что процессуальная был далек от этого уголовного вот нигде интервью не было прокурор харьковской области поведомов про педозру прокурор харьковской области своим подписям подписал и тогда к нигде не было это не мои полномочия я еще раз говорю области это не моё убор области это не моё прокурор области это тоже мое поэтому я нахожусь на не только ступеньку на площадку ниже я не вдаюсь в детали то в подробности там и так далее единственно что я могу еще заверить о том что ни у одного сотрудника милиции по моему мнению не было не то что попыток не то что планов даже в мысли не было выносить или избирать меру пресечения содержание под стражей потому что законом строго на строка запрещено по делам экономической направленности а у экономической там ущерб причине городскому бюджету но по мнению вот избирать меру пресечения содержания потом я вам официально заявляю камера сколько угодно хоть 3d изображение о том что что касается мер пресечения не было даже инициативы с этой инициативой выходит след не прокурор города